Здарова, народ! Добро пожаловать на канал Миклуха Макфлай. Канал у меня исторический и периодически на обзор попадают всякие классные исторические вещи. Вот как, например, сегодня расскажу вам о вот такой игре Электроника 2401, игра на экране. Удивительным образом она ко мне попала, ну как удивительным, я шел накануне по рынку по Блашиному, и какой-то мужчина в подпитии продавал, в общем, эту игру за 100 рублей. Я ее купил, чтобы вы понимали, и как бы скажете, ну и что, цена ей как бы, наверное, такая есть. На самом деле нет. В рабочем состоянии такая штука сейчас стоит от 3 до 5 тысяч рублей. Так что, возможно, я на ней даже немножко заработаю, но прежде расскажу все, что знаю об этой штуке. Вам оставайтесь с нами. Немножко истории этой самой игры. Все, наверное, думают, что она была изобретена в Советском Союзе. В России вовсе не так. В Советском Союзе ее начали выпускать в 1984 году, и первый вариант был волк, ловящий яйца. Все, наверное, прекрасно об этом знают. Но за 4 года до этого в Японии, в 1980 году, компания Ниндендо начала выпускать игру Game & Watch. Называлась она так. Это игра и часы. Game & Watch. Все понятно. Изобрел ее разработчик Гумпей Юкоя. По одной версии Гумпей Юкоя как-то ехал на поезде на работу. Он все время ездил на электричке туда и обратно, и видел, как люди скучают вокруг. И однажды наблюдал человека, который сидел и вот так что-то в свой калькулятор долго тыкал. В общем, он решил изобрести такую карманную игру, которая была бы и часами, и, собственно, игрой какой-нибудь. И изобрел вот такой вот, ну не такой, а изобрел, собственно, Ниндендо Game & Watch. А наши потом взяли это дело и скоммуниздили. Скорее всего, это было сделано неофициально, но, как говорится, история обязательно об этом когда-нибудь нам, да, и расскажет. Собственно, давайте, наверное, включим и поиграем в эту штуку. В 1984 году производство таких игр было налажено в Советском Союзе. Их выпускало сразу несколько предприятий. Кстати, в данном случае игра изготовлена на объединении Светлана в Ленинграде. Я, кстати говоря, загуглил. Интересный момент, что Светлана это не женское имя. Ни в коем случае это световые лампы накаливания. Это аббревиатура. Вот. Игра, кстати, выпускалась по-разному. Могла быть, ну, в данном случае, вот в такой упаковке. Могли быть кейсы такие пластмассовые. Были бумажные коробки. В общем, по-разному она выпускалась. Она выпускалась, кстати, когда я купил, страшно переживал, что не будет работать. Но сейчас при вас ее включу. Кстати говоря, в японской версии игры от компании Ниндендо таких игр насчитывается около 60. У нас около 30 разновидностей. Ну, я имею в виду не самой игры, а вот разновидностей цветов корпуса, разные кнопочки. Ну, точнее, кнопочки одинаковые, разные их исполнения. Вот здесь, может быть, наклеечка еще могла быть. Вот. Так, мы ставили батарейки. И у нас появляется вот такой демо-режим. Здесь у нас настройка часов. Собственно, правые кнопки ставят нуты. Левые кнопки ставят часы. А вот буквы ПП и, сейчас увидите, ДП. Это до полудня и после полудня. То есть, здесь 12-часовой формат времени. Вот. Что еще есть на демо-режиме? Здесь сразу видно все, собственно, все картинки, которые могут присутствовать в этой игре. Микки Маусы, яйца, игра 1, игра 2. Да, игра имеет два режима. Игра 1, игра 2. Отличаются режимы скоростью игры и сложностью игры. Это запустился демо-режим. Все, вот в таком режиме. У вас просто режим часов. Видно, что сам Микки Маус прыгает и ловит яйца. Я, кстати, маленькому сыну, ему 3 года, я ему дал игру. И он вот в таком режиме прекрасно нажимает на кнопки. Интересный момент, что в нашей стране сначала был выпущен Волк. Это аналог игры Egg. Там тоже был Волк, но выглядел по-другому. Компания Nintendo заключила договор с Диснеем и на право пользования, собственно, образом Микки Мауса. Ну, а мы просто взяли игру целиком и вот так вот сделали. Давайте уже начнем играть. Вот. Смысл игры предельно прост. Я думаю, все его прекрасно знают. Ловить яйца по одному. Ну, яички падают, за каждое яйцо мы набираем одно очко. Я, кстати, страшно удивился, когда, купив эту игру, пришел домой, вставил батарейки, и она вдруг начала работать. Это было, конечно, очень круто. Я на такое рассчитывать мог. Все, потом начинает лететь по два яйца. В детстве я никогда не набирал больше сотни очков, да и сейчас, пожалуй, не наберу. Хотя у нас были легенды, что надо набрать тысячу, да, все прекрасно об этом знают, что надо набрать тысячу очков, и тогда вам покажут мультфильм. На самом деле, в программе игры заложена такая штука. Сейчас специально разобью яйцо. Яйцо разбилось, и здесь появилось. Кстати говоря, когда в игре два играешь, здесь разбивается яйцо, и цыпленок убегает. Здесь тоже есть такой спрайт. Спрайт, можно так говорить, я не знаю. Вот, уже два яйца разбил. Вот, когда набираешь 200 очков, когда набираешь 500 очков, и когда набираешь 999 очков, то обнуляются вот эти яички. Вот это точно есть в игре. Вот, но об этом... Вот, вот, цыпленок, видите, побежал. То есть, когда цыпленок бежит, когда цыпленок не бежит. Так, на чем функционирует игра? Игра функционирует на двух вот таких вот батарейках. Ну, и мы в детстве вот так перезапускали игру. Потому что вообще ее перезапустить можно было кнопкой сброс. Но это уже какая-то ручка, что-то искать. Проще вынуть батарейки. Стоила она, кстати, недешево. Стоила она 25 рублей. То есть, ну, представьте, что это где-то одна пятая часть зарплаты. Может быть, одна шестая часть зарплаты. То есть, если сейчас у нас средняя зарплата 50-60 тысяч рублей, наверное. Ну, в нашем городе официально говорят, что 50-60 тысяч рублей средняя зарплата. Соответственно, вот такая вот игра сейчас бы стоила 8-10 тысяч рублей. Это очень-очень-очень дорого, мне кажется, для такой игрушки. Вообще, предполагалось, что она должна ставиться вот так. И люди должны смотреть часы. Ну, и, собственно, заводить будет. Японии не остановились на таких играх. Следующий вариант уже был с картриджами. Ну, а потом все это приросло в геймбой от Nintendo. У нас же выпускали электронику до примерно 1994 года. Уже Советский Союз рухнул, а их продолжали все еще выпускать. Они не то что морально, они и физически к тому моменту уже устарели. И в 1994 году у нас, ну, чтобы вы понимали, уже появилась Sony PlayStation первая. А у нас в стране уже начали продавать деньги. Ну, а вот такие вот штуки на заводе, на заводах электроника все еще выпускались. Теперь же это такой кусочек истории, истории моего детства. Попала она к нам в семью, наверное, году так уже в 92-м, может быть, даже в 93-м. И это было что-то великолепное и потрясающее. Да, нам ее дали какие-то знакомые, недели на две, может быть, на три попользоваться. Естественно, что в режиме часов мы ее никогда не использовали, потому что это сажало батарейку. Соответственно, мы брали, вытаскивали одну из батарей, переворачивали ее. И вот в таком состоянии она у нас находилась. Когда нужно было поиграть, мы ее открывали, переворачивали, засовывали и играли в эту игру. Пару раз брал школу, собственно, все, потом ее вернули. Так что какой-то особо сильной эмоциональной связи у меня с конкретной этой игрой нет. Но, я думаю, будет неплохим дополнением в мою коллекцию советских вещей. Это был канал Николуха Макфлай. Увлекайтесь историей. Всего вам хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok